Куда мне смотреть? На меня. Сюда? Ага, я понял. Сегодня у нас 14 октября. Сегодня состоялось судебное свидание. Наконец-таки оно состояло. В прошлый раз его принесли на 14. Сегодня в 10 часов мы собрались все вместе здесь. Пришли люди, которые поддерживают меня. Полный зал у нас был слушателей. Полный зал был видеокамер. Все фиксировали, писали. К счастью, судья удовлетворил ходатайство о введении видеозаписи. И, в общем-то, кто же у нас явился сегодня на судебном заседании? На судебном заседании явился представитель пенсионного фонда. Явился юрист, консульт пенсионного фонда города Яршова. Явился я, вот вы видите меня. И явился мой защитник, решняк Олега Геннадьевич. К сожалению, не явился сам декан лечебного факультета моего университета Елена Владимировна Бабалева. К сожалению, явился декан Дмитрий Львович Дорогойкин. И бывшая моя староста, не с океанной фамилией, она также не явилась на судебном заседании. Свою причину явки она не сообщила, поэтому очень интересный момент. Будет обеспечен на следующем деканале принудительный привод ее. А предыдущие, те, о ком я сказал, это Елена Владимировна и Дмитрия Львович, причины явки сообщили, сказали, что они вот-таки за пределом Саратовской области. Я очень надеюсь, что именно поэтому они не смогли явиться на судебном заседании. Однако мы услышали, как судья нам сообщил о том, что в принципе они не против об оглашении и не присутствует их на судебном заседании. Но вы знаете, очень удивительно, как сегодня сказал мой адвокат. Это, наверное, первый случай и очень редкий, ну не первый, но редкий случай, когда сторона защиты согласна стороной обвинения. Так вот, мы сегодня были согласны с тем, чтобы обеспечить их явку как руководителей моего вуза, так и бывшей старосты. И суд с вами согласился. И, в общем-то, на следующий день заседания, который назначен на 1 ноября в 10 часов, также мы все-таки надеемся на то, что явятся следители. И мы очень-очень хотим задать им вопрос. У нас очень много к ним вопросов. Поэтому ожидаем 1 октября. Сегодня мы допросили юрисконсульта и представителей пенсионного фонда. Ничего нового в принципе не узнали. Мы узнали, что действительно я обращался в 2013 году, 13 августа, значит, по причине потери кормильца, о необходимости начисления мне пенсии по потере кормильца. Я этот факт не отрицаю и не отрицал. Но, в общем, эта формальность, наверное, должна была быть соблюдена. Мы должны были об этом поговорить. Ну и я об этом также высказал свое мнение, что да, я согласен. Да, действительно, такая пенсия была мне назначена. И я в тот момент приходил, и подпись в документе моя. Поэтому ожидаем следующего дня заседания и ждем свидетелей. Вот такой вопрос. Сейчас опросили представителя потерпевшего. И она сообщила, что претензий, по сути, ПФР к вам не имеют. Как вы думаете, это может как-то повлиять на решение? Вы знаете, я говорить, что уверен, наверное, нельзя. Но я подозреваю, что и в принципе претензий от пенсионного фонда ко мне никаких изначально-то и не было. Понимаете? Претензий, наверное, как и все вы, наверное, понимаете откуда. Наверное, из-за моей деятельности, наверное, какой-то высокий начальник, высокий прокурор решил таким образом меня напугать. Возможно, эти действия направлены к тому, чтобы я прекратил заниматься своей деятельностью. Но, в общем-то, повлияет это или нет, я не знаю, повлияет. Я, к счастью, первый раз в такой ситуации. Это, наверное, лучше спросить у моего защитника, у Олега Геннадьевича. Но, в общем-то, не имеет претензий. Да ну и виха быть не может, в принципе, от нее претензий. Возместил я, как только узнал о том, что такая выплата мне была, ну как мы пытаемся выяснить, закон или не закон, она, в общем-то, переплачена. Ну и повторю, что в своем отчислении я не знал. Сегодня я об этом не заявил, от дачи показаний я отказался. Но в последующем обязательно, наверное, выскажусь по этому поводу. В общем-то, подтвержу свои показания на первой стадии, когда проходил процесс дознания. Что о своем отчислении я не знал. Более того, сегодня пришли свидетели, которые подтвердят тот факт, что я на занятия ходил и, в принципе, не мог знать о том, что я отчислен. Понимаете ли? Ну, не мог я об этом знать. И свидетели этого имеются. Но они будут допрошены после того, как будут допрошены свидетели обвинения. Это официант декана и декан, которые будут утверждать обратное, что они меня уведомляли, хотя документов в деле о том, что я имею уведомление. Ну, нет, никаких. Какие-то общие фразы. Мы вроде как ему звонили. Что говорит староста, который сегодня явился, который будет обеспечен принудительный привод. Она говорит, что, вы знаете, по-моему, вроде как, то есть она на предположениях, точнее не она, а орган дознания, строит обвинение. И вроде как я ему об этом сообщал. Но такого быть не можно. Либо ты уж определись, либо ты сообщал, либо ты лжесвидетельствуешь, либо ты на стороне справедливости, да, и говоришь о том, что мы их знать не знали, о том, что он был не студентом, не являлся студентом. Ну и поэтому на следующий день до свидания мы снова сюда собираемся, приезжаем 1 ноября в 10 часов. Снова приезжают свидетели, которые подтвердят тот факт, что я на занятия ходил и о своем учреждении знать попросту не буду. Я являлся студентом. И вот такой крайний вопрос. Сегодня на судебное заседание сюда приехало, можно сказать, несколько десятков человек. Кто все эти люди? Вы знаете, приехало очень много людей. Приехали те люди, которые приезжали на предыдущие судебные заседания, эти люди, которые меня поддерживают. Я о данном судебном заседании уведомлял их путем видеоролика, который опубликовал на видеохостинге YouTube о том, что у меня будет судебное заседание, и кто хочет меня поддержать, приезжайте. Эти люди приезжали на прошлое судебное заседание, приехали вновь, и я вижу новые лица, сейчас я буду с ними знакомиться. И, в общем-то, на следующий раз я вам обязательно отвечу, кто они, чем они занимаются и кем работают. Ну это, в общем, те, кто поддерживает. Да, это мои сторонники, люди, которые меня поддерживают.